Таллин без нацизма История освобождения Эстонии от оккупации Вернуться Таллин без нацизма История освобождения Эстонии от оккупации Красная армия освободила от фашистских войск Таллин 22 сентября 1944 года. Благодаря тщательной подготовке и удобному плацдарму для наступления вся операция заняла менее 10 дней. В 1941 году Таллин считался для СССР особо важным стратегическим пунктом и именно здесь была главная база Краснознаменного Балтийского флота. 5 по 28 августа 1941 ГО Красная армия героически обороняла город от фашистов. Затем защитники Таллина получили приказ оставить рубежи и эвакуироваться на кораблях в Кронштадт. Началась оккупация Эстонии немцами. В стране было создано эстонское самоуправление во главе с Хальмаром Мия. Хотя это правительство и обладало определенной автономией, но подчинялось ее на все равно нацистским оккупационным структурам. Очень быстро по всей стране были созданы так называемые отряды самообороны, которые проводили репрессии. Они боролись с партизанами, производили казни военно-пленных, гражданского населения и охраняли канцелагеря. Всего за время оккупации на территории Эстонии были уничтожены 61 тысяча мирных жителей и 64 тысяча советских военно-пленных. Памятник советским воинам-освободителям Таллина и Вечный Огонь. РИА Новости В. Бабайлов Подготовка операции Операция по освобождению Таллина была частью обширного прибалтийского стратегического наступления. В августе 1944 советским войскам удалось освободить Тарту и тем самым создать удобный плацдарм. Освободительной операции предшествовала тщательная подготовка. Проводились учения с боевой стрельбой, на которых отрабатывался прорыв обороны. Кроме того, в каждой из дивизий, назначенных для наступления, готовились специальные ударные штурмовые батальоны. Также проводился специальный отбор бойцов и последующая десятидневная подготовка в тылу. Тяжелое учение пригодилось в бою Красной Армии и удалось взломать укрепленную оборону противника, а затем и развить дальнейшие наступления. По следам Ледотова побоища освобождали Таллин войска сразу четырех фронтов Ленинградского и Первого, Второго и Третьего Прибалтийских фронтов. Большую роль в операции сыграли действия Второй ударной армии Ленинградского фронта под командованием Ивана Федюнинского, героя Советского Союза, генерал-майор Иван Иванович Федюнинский. РИА Новости Подвиг лейтенанта Ляхова Во время освобождения Таллина героически проявляли себя как целые армии, так и отдельные бойцы. Одним из таких героев стал летчик Яков Ляхов. В мае 1944 лейтенант Ляхов участвовал в освобождении Крыма, а в июне был переброшен на Третий Прибалтийский фронт. Там лейтенант был командиром звена в составе 807-го штурмового авиаполка 14-й воздушной армии. Роковым для Якова Ляхова стал 153-й боевой вылет. Летчик поднял свой Ил-2 в небо над эстонским городком Валга 17 сентября. Когда боевое задание было успешно выполнено, а весь боекомплект использован, советского офицера атаковали два немецких истребителя. В неравном бою машина Ляхова получила серьезные повреждения. Тогда советский летчик принял героическое решение, он направил пылающий самолет на скопление немецкой техники. На момент гибели Якову Ляхову был всего 21-й год. Указом Президиума Верховного Совета от 23 февраля 1945 года Якову Ляхову посмертно присуждено звание Героя Советского Союза. В его честь были названы улицы в Нижнем Новгороде и Тырве, установлен памятник на месте его гибели. Советские пехотинцы в бою. Осень 1944 год. Министерство обороны Российской Федерации. Воины 8-го эстонского корпуса вступают в Таллинн. Сентябрь 1944 год. Министерство обороны Российской Федерации. Салют воинам Красной Армии. Осень 1944 год. Министерство обороны Российской Федерации. 1-3. Советские пехотинцы в бою. Осень 1944 год. Министерство обороны Российской Федерации. На суше и на море. Когда советские войска были на подходе к Таллину, Адольф Гитлер осознал полную бесперспективность дальнейших боев за Эстонию и подписал приказ о проведении операции «Астер», предусматривающей эвакуацию и отступление немецких войск. Первыми в Таллин ворвались части советского 8-го эстонского стрелкового корпуса. Им командовал генерал-лейтенант Лембит Перн. Начав наступление на эстонскую столицу 21 сентября, его части прошли за сутки свыше 100 километров. Иначе как молниеносным такое наступление назвать трудно. Стрелковому корпусу удалось захватить в Таллине 25 самолетов, 185 орудий, 230 автомашин, а в порту 15 морских судов, на которых находились советские военно-пленные и гражданское население, подготовленное к отправке в Германию. Таким образом, Таллинская операция стала не только примером слаженной и быстрой работы сухопутных войск, но и образцом блестящего взаимодействия с морскими силами советской армии. Прибалтийская стратегическая наступательная операция. 14 сентября, 24 ноября 1944 года. Министерство обороны Российской Федерации. 13 воинов-красноармейцев, погибших при освобождении Таллина, впоследствии были перезахоронены в братской могиле на площади Танисмяги, у которой 22 сентября 1947 года был возведен знаменитый бронзовый солдат, демонтированный в 2007 году по решению эстонских властей. С 10 апреля 2019 года в Москве, в Парке Победы на Поклонной Горе, производятся праздничные салюты вознаменования памятных дат освобождения советских и европейских городов от немецко-фашистских захватчиков. Салюты осуществляются 12 залпами из 9 салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм равно 22.00 по московскому времени. Салют в честь освобождения Таллина состоится 22 сентября. Материал подготовлен при поддержке сайта история.рф РФ